Психотерапия. Да? Я вижу, что здесь 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 гостей и один модератор. Да? Так. Ну, я не вижу, все ли готовы, все ли 10 гостей присутствуют, или просто эта картинка висят, или что, но я тогда в любом случае я начну. Значит, два слова, кто не знаком со мной. Доктор филологических, кандидат психологических наук, занимался психолингвистикой, в Канаде являюсь членом Антарийской ассоциации психотерапевтов и членом психологической ассоциации, но не психолог, здесь это немножко по-другому. Психотерапевты не медицинские, психотерапевты скорее как психологи-консультирующие, много семинаров по когнитивной психологии прошел, и вот и решил, что могу немножко поделиться с вами своими знаниями о когнитивно-поведенческой терапии. Лекции проходят параллельно с семинарскими занятиями, которые проходят в Институте консультативной психологии консалтинга вебсайт counseling.su 2L и там же можно записаться на семинарские занятия, еще в эту субботу-воскресенье будет два семинара info counseling.su 1L или по телефону от московской 495-778-9034. Все тут? Хорошо. Замечательно. Я для тех, кто не был, скажу, что когнитивно-поведенческая терапия очень распространена в Канаде и Северной Америке. Она объединяет ряд других всевозможных направлений. Когнитивный понимается очень широко. Это процессы мышления, знания, восприятия, включая сны, всевозможные образы. Поведение – это реакции на какие-то события. И терапия – это системный подход к лечению клиента, пациента, который обратился за помощью. Очень позитивистская, очень конкретная, очень рациональная, очень когнитивная, очень много упражнений, очень много структурирования, очень много обучения клиенту, непосредственно в сотрудничестве с ним и используют разные техники. То есть не совсем чистая такая терапия, но никто не накладывает никаких ограничений. Можно замерять разные состояния, тесты используются по минимуму, хотя есть упражнения и есть всевозможные задания. Сегодня я расскажу вам о когнитивных ошибках. Значит, сначала я расскажу очень коротко, просто перечислю их, какие они называются, затем расскажу о принципах работы с ними, и на лекции, которая будет в четверг последняя, более детально углублюсь в принципы работы с конкретными когнитивными ошибками. Если есть какие-то вопросы, то вы можете задавать их в чате. Вот я вижу, кто что написал, и я буду по завершении каких-то фрагментов по мере возможности отвечать на вопросы. Сейчас вопросы есть? Будем считать, что вопросов нету, и остались самые стойкие, самые интересующиеся, самые любознательные. Вопросов нет. Замечательно. Значит, одним из ключевых понятий когнитивно-поведенческой терапии или когнитивно-пихиворальной является понятие когнитивная ошибка. У термина когнитивная ошибка много синонимов, когнитивное нарушение, ошибки, допускаемые в концепции, в выводах. Иногда говорят о логических ошибках, хотя это не совсем точно. Логические ошибки более специфичны, и как бы внутри вот этих когнитивных ошибок можно выделить много-много-много разных логических ошибок. По-английски это cognitive distortion, нарушение мышления. То есть когнитивное по-русски это не совсем понятно, а по-английски когниция от латинского слова понимание, познание, distortion, нарушение. Вот примерно так. Значит, это искажение мышления, которое возникает при обработке информации пациентам, мешает логично мыслить, способствует возникновению и сохранению психопатологических расстройств. Значит, мышление понимается очень широко, все, что связано с обработкой информации, с логической, нелогической, с визуальной, с образной, какой угодно. Обработка имеется в виду восприятие, интерпретация, не столько ошибка самого восприятия, само восприниматься событием, может, как-то нейтральное, но его интерпретация и перетолкование в контексте жизни субъекта, вот это очень важно. Вот что имеется в виду при обработке, то есть ошибка возникает на этапе уже вербализации, интерпретации, на последнем этапе, на этапе вот рассказа о событии. Там все было ужасно, или там все было так здорово, так, ну, я, ну, такой хороший человек, что у него все получится. Вот вопрос не в самом человеке, а вопрос в интерпретации и прогнозе, что все, все, все получится, да. Значит, мешает логично мыслить, вот с помощью логики, очень простой порой, легко можно понять, в чем заключается ошибка, но это не значит, что можно исправить. Потому что объяснить человеку логику, он скажет, плевал я на твою логику, а я вот так чувствую. Значит, объяснять ему, что чувства могут аж искажать реальность, это уже не совсем логика, это работа с убеждениями, работа с очень глубинными представлениями, которые априори нелогичны. Вот это вот такое вот ловушка. Мышление нелогично, но человек этого не видит, не понимает, он воспринимает это как реальность. И, естественно, это все сохраняет его тревожность, его депрессивность, его суицидальные наклонности, его сильнокомпульсивные какие-то, повторяющиеся действия, все что угодно. Вот это то, что фиксирует вот эти вот когнитивные ошибки и удерживают человека от изменений. Если есть какие-то вопросы или пожелания, то можете в чате писать. Было пожелание, чтобы говорить мне чуть поменьше, я помедленнее, ссоро. Я постараюсь. Значит, научным языком кто-то очень просил, вот сверхполентные и эффективно завяженные схемы, непосредственно развивающие когнитивное исхождение, характерно для психопатологических синдромов. Значит, ну я придерживаюсь очень простого искажения мышления, которое возникает при обработке, мешает вопичной мысли и сохраняет расстройство. Значит, вот речь идет о некотором нормальном функционировании. Это тоже, опять-таки, ловушка, потому что то, что терапевт читает в нормальном, для другого человека неприемлемо, дико непонятно. ну и что, что так нормально, а вот я вот вижу это так. Поэтому здесь сверх... сверх... не всех, а сверх... отвечаем на человека. Но это научное определение, которое вот кто хочет, может упражнять. Значит, да, да, совершенно верно. Сверх очень заряженные, эмоциональные, перегруженные, чересчур задевающие сущность отражения действительности человеком и вот просто убеждения его такие, вот как вера. Ну, с верующими людьми практически очень... не имеет смысла как бы спорить логически, потому что они верят вот в свой постулат и его принимают за истину и подвергать это сомнение порой очень опасно. Да, но вот ловушка в отношении нормального функционирования, они все идиоты. А вот я вот абсолютно прав. А мы вот правы. А вот они же сами понимаете вот такие. А как можно такое говорить? Да, то есть человек не понимает, что такое норма, поскольку он уже произошел либо в состоянии стресса, либо в состоянии искажения, изменения видения мира и для него возвращения к норме очень мучительно, очень трудно. И вот сразу скажу, что понять систему, находясь внутри нее, ну, практически невозможно. Нужно обязательно выйти за пределы системы. Именно для этого обращаются психотерапевты. Именно для этого существует внешний наблюдатель, который может сказать, ну, смотри-ка, все-таки 80% людей ведут себя вот так вот. Ну, а что? А я вот те 20. А мне плевать, как ведут себя другие люди. Они очень агрессивны бывают. Эти люди, поведение которых отклоняются. То есть для них норма еще ничего не значит, и вот они правы. И Сократ тоже говорил, ну, что они считают меня таким-то. Какое это имеет отношение ко мне? То есть логически они правы, но тем не менее придерживаются все-таки понятия нормы. психопатология это возможно, и все понимают, что это такое, то попытка вернуть клиента к нормальному функционеру составляет сущность когнитивно-когнической терапии, да и любой. Вот что касается когнитивных ошибок, то важно указать, определить ее, подчеркнуть, не то чтобы ткнуть носом, но вот как бы сказать стоп, секундочку, а вот не кажется ли вам, что здесь некоторое преувеличение, преуменьшение, заблуждение, вот вы считаете, что вы действительно должны, кто вам это сказал, то есть вот при таком вот в ряде случаев жестком подходе можно сразу указать. Маленькая оговорка когнитивной ошибке следует отличать от нарушений познавательных процессов и от расстройства речи, от нарушений мышления, то есть вот нарушение речи, серьезное органическое поражение, дефекты речи, просто недоразвитие психических функций, то есть о нарушениях мышления обращаю вас к работам Блюма Гульфовны «Заигарник». Там об этом много сказано и там сказано о том, что нарушение мышления характеризуется ускорением мышления, когда одна мысль перескакивает на другую, инертность мышления кота, пациент все время вот об одном и том же, непоследовательность, переход с одного на другое, откликаемость, когда он первое попавшееся перехватывает, тоже переходит и соскальзывает. В принципе, это все очень похожие синдромы нарушения мышления и они же для глубинных поражений личности и они же характерны для когнитивных нарушений, то есть в принципе когнитивные ошибки, когнитивные нарушения они тоже характеризуются вот эти, но это не нарушение мышления. Мышление сохранно и вдруг неожиданно бум, человек какое-то такое суждение, которое является когнитивной ошибкой. Значит, можно выделить там 8, 12, 16, 20, 28 ошибок, можно видеть, кто что как добавлял, то есть, я попытался склассифицировать, но вот, как правило, они переводятся по алфавиту и, в общем, если кто захочет выстроить какую-то склассификацию, это будет здорово, но скажу сразу, что они постоянно пересекаются между собой и в одном суждении может быть 2 или 3 ошибки сразу заключено, ну, как орфографические ошибки, да, или как синтаксическая конструкция может сразу иметь несколько функций. Так вот, в когнитивных ошибках тоже вот такие взаимопересекающиеся классы, да, меня все время пеняли, что классификация моя там текста должна быть чистой, правильной, всеохватной, ну, не должна она быть не всеохватной, не чистой, неправильной, потому что это очень сложно с естественным языком. Три класса выделяют многие обобщение, произвольное умозаключение и эмоциональное рассуждение. Я об этом буду рассказывать более подробно. Значит, какие-то вопросы есть? Если вопросов в чате нету, то я перехожу к сверхобобщению, к короткому описанию. Значит, сверхобобщение как общее номиналование, как номиналование класса ошибок, ментальный, мыслительный, когнитивный, наверное, можно и так, и так, преувеличение, катастрофизация, преуменьшение, причем преуменьшение может быть с преувеличением одновременно, и дихотоническое мышление. Вот шесть признаков. Сверхобобщение или по-русски, да, или по-английски сверхгенализация понимается делание вывода из одного, а не многих событий. При сверхобобщении выдвигается отдельный предмет, примеры, который относится к какой-либо одной категории, а считается представляющим всю категорию. Вот чисто логическое нарушение нужно логически подойти к кем-либо логику. Ну, меня никто никогда не полюбит. Здесь одновременно и негативный прогноз тоже нарушение, значит, вот никто и никогда. Да, с значением семантической без исключительности, значит, но, наверное, все-таки кошка-то у вас есть, да, но кошка не в счет, да, ну, хорошо. А вот племянница к коему относится, ну, вроде нормально, да, вот это я уже рассказывал немножко, как бороться, но обращаться, бороться, как разбивать эти ошибки, как корректировать их, видимо, правильно, да, ну, принцип такой, что используют такие слова, я конченый неудачный, все, конец, дальше некуда неудачный, да, мне все время не везет, да, вот постоянно, все время, вот даже там, вошел в автобус и там было что-то такое, да, пришел в гости, а там, все время это вот фиксация идет на негативном инфляции, да, сравнение, очень серьезное нарушение мышления, значит, я хуже, я лучше, мой брат меня лучше, моя сестра, хоть она младше, она уже, вот и так далее, и так далее, значит, она замечательная, и вот я хуже человека, я как личность, да, после того, как в следующей фразе идет какая-то совершенно конкретная вещь, что-то уигрывает, а вот я хуже, у меня там что-то есть, там, зарплата, или там, дом больше, ну вот, а я целиком как личность сама отрицаюсь за счет, а вообще он всегда меня побеждает, да. Ментальный фильтр спокоит фиксирование на, да, да, все мужчины, все женщины, да, как только идет, да, обращение, конечно, значит, я, другой мир, другие люди, все это вот обобщение, несомненно, несомненно, я брал только обращение, вот я, но, как правило, если фраза начинается другие люди, или весь мир, то вот это можно считать обобщением, несомненно, несомненно, там три класса, внутри существует, я сейчас даю общий обзор, и глубь можно удаляться до бесконечности, спасибо, Александр. Значит, на некоторых ситуациях интерпретация выбранных деталей, самый простой фильтр, там, когда кто-то наклонился к другому человеку, чтобы расслышать что-то, что он на вечеринке, ага, она сама изменяет, она мне, фу, у меня ее изменяет, да, не сама, а с ним, да, то есть вот фиксация на негативе, катастрофизация, если я получу двойку на экзамене, это будет катастрофа, преувеличение, да, так, у меня соскочила, похоже, эта презентация, но в следующих презентациях я буду, видимо, обращаться к этому еще раз, да, я ее два раза перезаписывал, и она три раза перезаписывалась у меня, сейчас, секундочку, да, она у меня, я прошу прощения, она у меня потерялась, но ничего, я постоянно буду к этому обращаться, и в следующий раз вернусь еще раз, чтобы сделать полный обзор всех ошибок, потерялась на последнем моменте, пару часов назад, вот я только сейчас уйду, распознавание неадаптивных когнитивных процессов, распознавание собственных ошибок, это основная задача когнитивного терапевта, да, эмоциональные реакции и поведение управляются мышлением, вот основной посыл когнитивной терапии, что человек думает, то и вызывает мысли, и вызывает его эмоции, вызывает его реакции какие-то, да, но загвоздка в том, что человек может не полностью, а осознавать автоматические мысли, которые определяют его действия, чувства и реакции, на то, что происходит с ним, вот задача дать возможность пациенту осознать, привести его к осознанию всевозможными техниками, вопросами, прежде всего, да, насколько это речевая терапия, ток терапия, да, разговорная терапия, то вот это вот является основной задачей, и как бы предполагать, что если по мере тренировки человек может увеличить степень осознанности мыслей, научиться фокусировать внимание на них, и считается, что можно научиться воспринимать мысль, фокусировать внимание на ней и оценивать ее как конструктивную или неконструктивную, по аналогии с тем, как рефлексируется ощущение или внешний стимул, да, вот больно или не больно, опасно или не опасно, да, приятно или неприятно, мы оцениваем, большая часть людей в состоянии это оценить, да, да, и то же самое предполагается, что можно сделать с мыслью, если она нелогичная, если она нейтраленна, если она приводит к искажению реальности и, соответственно, к искаженному поведению, да, ну, мысли, чтение мысли, я думаю, что они меня не принимают, я думаю, что они на них все смеются, вот это ошибка чтения мыслей, прочитать мысли другого, да, и Клен такое говорит, я говорю, ну, вот сейчас вы сказали, что вы можете прочитать мысли другого человека, я буду вам признателен, если вы меня научите это делать. Значит, реакция смеха у человека, то есть он осознал, что он читает мысли другого человека, не имея на то, ну, никаких ни техник, ни приборов, не зная, насколько эти мысли верны, и вот такой даже вот игровой эмоистической формы он уже как бы оценил ее, отрефлексировал и уже понял, что в следующий раз если он будет так думать, то это будет ошел. Вот один из приемов я предположил, рассказал о работе с мыслями. Значит, этапов работы с мыслями много, это вовлечь клиента, дать ему возможность фокусироваться вместе с терапевтом, с клиентом, с терапевтом, поработать над проблемой, обучить его принципам анализа, вот дальше идет оспаривание, это, пожалуй, ключевая здесь позиция, вот как вы опровергнете, как вы докажете клиенту логически, не логически, каким-то способом, что его видение мира неправильно, что вот это все предсказание будущего, было так всегда, будет так всегда, значит, ну вот не бывает так, чтобы вот так было всегда, наверняка что-то произойдет, изменения, вы же сами меняетесь, да, вот оспорить, допустим, негативный прогноз, вот можно таким образом, научить клиента, когнитивная терапия очень дидактическая бывает, что не всем подходит, и некоторым клиентам особенно, дать домашнее задание клиенту, не любит домашнее задание, значит, и подводить, подведение итогов, вот примерно ход работы над когнитивными нарушениями, значит, ну, вовлечение клиента, это как бы начальный этап работы, что ждет клиент, я хочу, чтобы мне стало лучше, что значит стало лучше, ну, вот было так, хочу чувствовать себя лучше, хорошо, как вы думаете, терапия сможет вам помочь, если вы не будете делать домашнее задание, если вы не будете ничего менять, если вы будете себя так вести, наверное, нет, то есть ожидания клиента должны быть направлены как бы на него самого, да, вот от вас очень многое зависит, вот, мой контракт включает в себя сразу указание на то, что я один ничего не смогу делать, а это ваша ситуация, да, и вы должны дать полное описание ситуации, вы должны представить, что было в тот момент, что вы подумали, что вы почувствовали, то есть давайте вот вернемся в эту ситуацию, давайте вот рассмотрим ее детально со всех сторон, да, несмотря на ваше незнание, не помню, не важно, вот как бы вот очень важно получить как можно более полное описание, чтобы иметь представление, что же все-таки произошло, без конкретного описания ситуации там неплохо, вот она у меня всякая такая, там, да, вот они меня не понимают, окей, не понимают, что вы имеете в виду, дайте мне пример, и вот когда идет описание ситуации, там, или он не проявляет ко мне тактичность, да, на общие слова очень легко как бы запасть, да, надо быть тактичным, что же он такой не тактичный, значит, дальше оказывается, что он меня слоучи обозвал, вот стоп, вот это уже не вопрос не тактичности, вопрос оскорбления, хамства, что вы тут можете сделать, потому что не тактичность, это там не уступить место, там не подать чашку, это уже вот, я бы не сказал, что это тактичность, то есть я уже четко стараюсь определить границы какой-то ситуации и вывести клиента на более правильное понимание этой ситуации, если, допустим, речь идет о нарушении ее личных границ, то есть поэтому мне нужен пример, поэтому мне нужны детали, поэтому мне нужно понимание, и клиент может давать очень много проблем, очень много всего, так, что же для вас самое главное, он теряется, я упоминал о том, что одна из наших последних статей называется тревожный текст, когда клиент говорит одно, другое, третье, у него вот все важно, все существенно, вот надо стоп, секундочку, а что это, чем это, ну вот то, что она сказала, это не совсем не самое важное, важно, что вот он меня там не позвал, что-то не сделает, ага, хорошо, что с этим для вас связано, почему для вас важно, что он именно не позвал, потому что, когда клиент тревожен, у него проблем очень много, надо найти важные, дальше идет работа с проблемой, вот очень хорошо взять конкретный случай, именно во всей его конкретике, именно с его деталями, с его нюансами, со всеми, кто сказал, что сказал, да, значит, дальше идут, вот это уже пошла работа, альтернативные пути поведения, а что можно было сделать, вот вы ушли, вы хлопнули в белье, вы там замолчали, вы перестали общаться, повесили, что-то как-то, а какие альтернативные, то есть альтер-другие пути, возможно в данной ситуации, что бы вы хотели чувствовать, как бы вы хотели, чтобы он себя вел, да, и соответственно ставятся конкретные цели изменения, ну вот он не должен со мной так говорить, ну замечательно, ошибка должна всплывать, да, ошибочное представление о том, что мир должен как-то функционировать, или кто-то должен соответствовать стандартам поведения, да, ну вот, ну не должен он, да, хорошо бы может быть, может быть так и будем думать, что, если они должны, то я хочу, чтобы это было так, да, вот переформулирование должностования в желании, оно уже может быть связано с целью, то есть хорошо бы, чтобы он так делал, соответственно, хорошо бы, чтобы у меня все так было, и я могу сделать в этой ситуации токи-токи. Вот речь идет постоянно об обучении клиента когнитивным принципам, навыкам рассматривать свои мысли под определенным углом, вот именно свои мысли, не чужие, не что он подумал, не что он сказал, а вот он меня в грош не ставит, а вот он меня не ценит, вот это все какие-то такие слова, которые лично я не понимаю, вот что вы подумали, что, какая у вас мысль проникнула, да, это очень важно, да, и дальше пошло распадивание, вот поиск новых способов думать о ситуации, а как вы думаете, вот она не пригласила вас, потому что она специально это сделала, или просто там у нее была маленькая квартирка, или она это только для своих родственников организовывала, еще что-то, то есть как бы вот другие способы, альтернативные, да, помимо тех вот, которые, ну, социфицируют реально, да, ну, как бы вот это спорно, очень сложно сказать, потому что так или иначе мы все равно не знаем истину, почему кто кого не пригласил, да, но в любом случае эти мысли расстраиваются, да, поэтому если знаете какие-то другие мысли и соображения, то может быть человек будет себя чувствовать лучше, да, даже не важно, что на самом деле, потому что картина мира, она как бы важнее реальности, в углу этих ситуаций. И дальше идет опять речь о том, чтобы клиент сам научился с собой спорить, сам научился себя останавливать мысли, одна из техник остановки мыслей, да, вот, да, это ничего не важно, это абсолютно не имеет никакого смысла, стоп, это ошибка преуменьшения, ошибка минимизации, не учет позитивного, да, я уже не вижу позитивное, поэтому я допускаю ошибку преуменьшения, значит, наверное, что-то не так, ну-ка, давай подумаем, что же все-таки там хорошего. Вот если клиент научится так мыслить, то задача терапевта будет решена, а задача терапевта, это сделать пациента своим собственным терапевтом. Ну и в CBT, Cognitive Behavioral Therapy, популярны домашние задания, то есть, вне встречи с психологом, нужно наблюдать за процессом самовмышления, нужно думать, что мешает, ну вот это я тоже говорю, верно, вы же понимаете, что наша сессия длится всего 50 минут, а все остальное, жизнь протекает вне сессии, поэтому, пожалуйста, вы подумайте, что вы можете сделать, да, и здесь, вот я упоминал о поведенческом эксперименте, который необходимо клиенту уже проводить самостоятельно, в зависимости от собственных возможностей. Ну и вот завершение, поддержание изменений и готовности к, если клиент не справится со своими задачами, если у него будет рецидив, так как сказали, да, значит, вовлечение, фокусирование на проблеме, работа с проблемой, обучение принципам когнитивным, оспаривание когнитивной ошибки, обучение навыкам оспаривания, какие-то домашние задания по возможности и подведение итогов и отпускания клиента, да, значит, если больше 15 сессий с клиентом прошло и клиент по-прежнему испытывает те же проблемы, то вот морально-этическому кодексу, соответственно, с морально-этическим кодексом, значит, надо перенаправить клиента к другому терапевту, потому что либо он не восприимчив к методам, либо вот чего-то у вас не получается, да. Вот в книжке Харитона по психотерапии я нашел 4 шага, которые, в принципе, он использует, он применяет там к одной конкретной когнитивной ошибке, но, в принципе, она похватывает ноги. Рациональная аргументированность, формирование нового способа обработки, показать выгоду от применения нового и сделать это, чтобы это было сформированным наводом, да. Значит, рационально оценить аргументацию, понять, что он через чур эмоционален в умозаключении и понять, что все-таки эти вот потребности человека вот в этом негативном видении мира каким-то образом удовлетворялись, да. То есть, зачем-то они ему были нужны, чтобы защититься, чтобы показать, что все люди правы, чтобы действовать так, как, на самом деле, были родители, и так далее, и так далее. То есть, при всей патологичности какого-то образа мышления, оно выполняло важную функцию, да. Вот даже не разговоры молчаниями, shooting with silence, наказание, молчание, да. Вот, да, я должен показать, что со мной так нельзя. И это, наверное, оправданно, да. Человек как-то может каким-то... То есть, он не может по-другому показать, словами, там, или каким-то логическим аргументом, он показывает это молчание, да. То есть, потребность была обусловленная, или вот если человек меня нахамил, я с ним не буду разговаривать, да. Вот здесь вот, допустим, вот с этим убеждением вот можно работать. Можно так, понявшись, какую функцию выполнял его негативно. Но эта тема очень большая, очень отдельный переход от неправильного способа к другому. Это может быть целый большой отдельный курс, даже уже потом усилия. Значит, и очень важно увидеть несколько автоматических мыслей, потому что одна может быть как бы случайно, одна может быть большей части верна, одна может быть непоказательна. да, если мы увидим несколько автоматических мыслей, вот он, сволочь, этот дурак, этот придурок, этот вообще с этим нельзя разговаривать, то тогда уже пошло. Все люди желают мне зла, да. Значит, уже вот идет некоторое объединение, уже идет некоторая универсальная картина, искаженная, как правило, да, но тем не менее, не важно увидеть мысли. Вот осознание выгода, о чем я сказал, да, вот, и важно разработать новый, более адаптивный сценарий, да. Но вы же понимаете, что жить в кругу врагов не очень приятно, поэтому давайте рассмотрим, не все вас ненавидят, не все вас ненавидят за все, а может быть, что-то действительно в вашем поведении вызвало их недовольство, и может быть, это можно как раз изменить, да, но вот, если это запущенная паранойя, то работать очень сложно, но в целом всегда нужно надеяться, что есть возможность выработки более адаптивного сценария, да, и важно сделать, чтобы это было быстро, чем быстрее будет производиться оценка, тем успешнее будет научение, то есть можно очень долго выслушивать клиента, как он плачет, как он не соглашается, как он всех обвиняет, да, но вот на каком-то этапе надо дать ему возможность все-таки вернуться к логическому способу мышления и понять, что не могут все ошибаться в отношении мира, да, вот техника четырех шагов, рациональная аргументированность, предложение нового способа обработки, понять выгоды от нового способа, да, и увидеть недостатки старого, оставив то, что нужно из старого обязательно, да, то, что конструктивно, то, что продуктивно, и то, что удобно, вот это как бы overused strategy, что называет Кристина Падески, когда в старом было очень много всего правильного, и что с чем клиент вполне мог жить, да, то есть от мира не следует ничего ждать, да, хорошего, отлично, действительно, если вы ждете от мира чего-то хорошего, то вы будете часто разочарованы, да, но всегда или во всех ситуациях не нужно ждать ничего хорошего, основным человеком тоже не нужно ждать ничего хорошего, теперь пошла техника психотических вопросов, о которой я сейчас расскажу. В жестком способе работы с когнитивными нарушениями, как только клиент допустил логическую когнитивную ошибку, нужно обратить внимание в тот самый момент, когда они произносятся, да, то есть это все ужасно, вот если я не сдам экзамен, это ужасно, ошибка катастрофизации, да, значит, ну, действительно, это вот будет катастрофа, ну, как вам сказать, да, что действительно вообще все, конец света, нет, ну, конечно, конец света, вот в тот момент, если обратить, и очень жестко, да, привести логические соображения в пику вот этим эмоциональным суждениям, они, как правило, эмоциональные, да, карантинные ошибки, то вот можно приостановиться, но это жесткий способ, есть более мягкие, более спокойные, в частности, чаще используются спокойные, хорошие, открытые вопросы уже после завершения рассказа клиента, да, открытый вопрос, вопрос, на который трудно ответить кратко, требует какого-то объяснения, мыслительная работа, должны предполагать развернутый ответ, должны, и вопросы надо сформулировать так, чтобы хотелось на них отвечать, что, как, почему, каким образом, зачем, при каких условиях, вот начало открытых вопросов, где, когда, кому, о чем, и так далее, вот все вопросительные частицы здесь должны присутствовать, да, более развернутые, каковы ваши предложения, да, а что, каким будет ваше решение пройти, в этом поле, ну, такая более сложная конструкция, да, что вы хотите представить, да, то есть, не просто, что вы думаете, да, а более развернутые, да, у открытых вопросов две функции, получить ответ на вопрос, который известно только отвечающему, например, о факторе биографии, вы сказали, что вы были женаты, сколько времени, вы разошлись, этот закрытый вопрос, до минуты, у вас есть дети, да, нет, сколько у вас детей, это будет было открыто, сколько времени, вы упомянули, что курите, сколько сигарет денег, вы выкурируете, да, как часто вы выкурируете, вот пошло уже прояснение ситуации, вы сказали, что устаете, а когда вы были последний раз в отпуске, да, то есть, вот, факт биографии, который позволит, а, так вы три года не были в отпуске, ну, товарищ, о чем тут можно говорить, да, значит, покупаете путевку, там, кто-то захочет, кто в Крым, кто в Турцию, да, и вот срочно отдыхаете, да, и вторая функция открытого вопроса, понять чувства и мысли, почему вам трудно общаться с вашей матерью, она вот такая, насекаясь, ей невозможно общаться, значит, вообще никогда слово не дает мне сказать, значит, более детальное, более конкретное уточнение, почему трудно общаться, да, была ошибка об общении, альтернативные вопросы могут содержать ответ, если вы будете звонить чаще, это будет лучше или хуже, да, лучше или хуже, когда идет альтернатива, да, можете попасть в ловушку, ни лучше, ни хуже, это ничего не изменит, я уже все перед тобой, да, то есть клиент уже готов к этому вопросу, и очень часто так бывает, да, закрытые вопросы, вы замужем женаты, вы будете читать, так далее, значит, но, вот, смотрите, вы можете в эту субботу воздержаться от пива, нет, а вот если задать немножко же, тот же закрытый вопрос, но чуть-чуть по-другому, уже похитенный, как вы думаете, это же не закрытая часть, а вы сможете воздержаться в эту субботу от пива, значит, одна часть закрытая, а другая, как бы, приоткрывает возможность, как я думаю, что я думаю, то есть нельзя сказать, да, нет, как я думал, да, на этот вопрос, то есть если вы сдержаться от пива, не, не смогу, да, ребята зовут, я не могу их, Ну что, я выпил всего там три кружки, да, там, допустим, да, или три банки, три бутылки, да, пошло-поехало. То вот уже форма такая, как вы думаете, она уже позволит клиенту задуматься. Не знаю, надо подумать, да, если он уже задумался, уже хорошо, да, или можете ли вы подумать о том, что вы. Это я говорил об открытых вопросах, альтернативных и закрытых вопросах. И напоминаю, что семинарские занятия проходят на Борисовских прудах, и вот запись по ЕМО, и по телефону, да, возможно. Вот это было очень коротко об общих принципах распознавания неадаптивных кознитивных процессов. Так, я вижу раз, два, трех, четырех человек, ну уже хорошо. Какие-то вопросы? Ирина, Марина, Деккер, Ирина и гость. Четыре человека на меня смотрят. А, слушают. Ну, не знаю. Слушаю. Хорошо. Так, два человека как минимум меня слушают. С сопротивлением клиента, вот это как раз суть работы. Клиент все время сопротивляется, несмотря на то, что он пришел вылечить. Вот, если вы можете, что я перед ней извиниться? Да никогда. Да, вот она, неспособность к изменению. Да, поэтому вот здесь вся работа именно как раз направлена на работа терапевта, на преодоление сопротивления, да. И очень часто бывает, ну не очень часто, конечно, преувеличиваю, да, ошибку преувеличиваю, нет. Значит, что, окей, живите как хотите. Вот, бай. Да, то есть вот вы пришли с проблемой, вы ушли с проблемой. Это ваше право жить как вы хотите, да. Если клиент сопротивляется ей, это естественно, да, потом он может, конечно, осознать, потом он может понять, да, вот это я вспомнил, что вы мне тогда сказали, и вот поэтому я к вам возвращаюсь через два-три года. Вот это вот замечательно, чудесно, но по сути дела клиент приходит, потому что вот его вытолкнули там родственники или обстоятельства, и он понял, что так нельзя, но все как раз, он и есть его сопротивление. На это все и на правду. Да, конечно, все равно не буду давать, да, фиротер не должен давать советов, и не может нам, может, давать рекомендации, не может сказать, знаете, в такой ситуации вот некоторые люди ведут себя так. Да, вот, поэтому, ну, пожалеете, вот так вот говорить клиенту нельзя, вам же будет хуже, это вот негативный прогноз будет, тоже будет ошибка, да, вы пожалеете это, то есть я же хочу, чтобы вы пожалели, это как бы вы должны будете пожалеть. Тут вот терапевту так говорить нельзя, да, Сократу, наверное, было можно, за что он и поплатился в жизни. Ты, Сократ, прекрасно спрашиваешь, а мне очень приятно отвечать, сказал Платон, записывший его. Да, вы приятно. Да, с помощью вопросов психотерапевт, освобождает клиента, ну, я вам пишу, психолог или терапевт-пациент, психотерапевт-клент, и неважно, подвергнуть сомнению, сомниться в правоте. Обосновывая свои ошибочные умозаключения, зайти на эти более рациональные, альтернативные другие интерпретации, которые больше соответствуют действительности, ну, с точки зрения терапевта, который как бы над ситуацией, если, допустим, муж уже, муж говорит одно, жена говорит другое, стоп, секундочку. Вот она сейчас говорит, вы его перебивали, вы его все время перебиваете, я не могу сказать все время, но вот сейчас я заметил, что вы четыре раза его перебили, да, вот, ну, давайте попробуем как-то воздержаться, вот, хотя бы сейчас на сессии, а дальше посмотрим, да. То есть, вот, я как бы претендую на то, что я даю интерпретацию, которая больше соответствует действительности, допустим, постулат Грейса, нужно, значит, уважать другого человека, да, и сдать возможность, да, и сходиться. Значит, метод Сократа вывести знание заново с нуля с точки незнания, от незнания к знания, а не от одного знания к другому, к другому, не знаю, что такое, ну, может быть. И ряд вопросов. Значит, важно привести к противоречию с самим собой. Клиент пришел с противоречием, противоречия с окружающей действительностью, с родственниками, и теперь я считаю, что они не правы. Ну, смотрите, вот один вам сказал, что вы все-таки не совсем, мы грубили, третий сказал, что мы на хамеле, четвертый стал перед вами, значит, перестал с вами общаться, а вы говорите, что вы правы. В чем же ваша правота, я хочу вас понять, да, ну, вот немножко грубо я так говорю, конечно, я говорю это мягче. Клиентам, да, и вот, ага, я прав, но другие считают меня не правы, значит, он начинает задумываться, вот он сам себе противоречит. Я прав, мой брат говорит, что я не прав, хотя, ну, в общем, он начинает задумываться, кто же более прав. И находим какой-то компромисс, да, вот этот смысловой тупик, в который надо завести Клиентам так, а потом его, совершенно спокойно, мягко вывести, вот это вот очень важно. И сказать, что вот он не может знать всего, не может видеть всего, да, если вам предсказывают будущее, что вот ничего хорошего из этого не выйдет. О, как же вы будущее предсказываете, да, научите меня, ну, у меня есть вот магический кристалл, вот я сейчас вам его дам, вот расскажите-ка мне, да, ваше знание ограничено, да. И очень важно, чтобы Клиент сам добровольно отказался от стереотипа, потому что я вам сейчас скажу, знаете, такой стереотип, я могу это сделать, если это ксенофобия, гомофобия, если это какая-то мезонтерапия, то я могу сказать, что это стереотипно и не совсем правильно, и вот не очень принято вот это вот hate language, язык ненависти такое использовать, как бы может быть очень резкое осуждение терапевта, но это очень-очень-очень редко, да. В любом случае надо это делать, чтобы Клиент добровольно отказался, да, но практически не меняется с ксенофобией, ни какие-то националистические, ни биологические какие-то воззрения, с ним очень сложно работать. Все женщины такие сяки, поэтому женщину там ударить ничего, это нормально, да. Вот здесь вот добровольно, если человек не отказывается, то просто вызывается в полицию, и вот как собака упала в клетку, и все, на 30 метров к дому не подходить в течение двух недель, вот тогда мы поймем. Это будет недопровольно, но в ходе терапии такое невозможно, но это очень важно с помощью последовательно задаваемых системных вопросов, да. И вторая задача, значит, первая поставить клиента в тупик, вторая, значит, найти все-таки что-то правильное, что-то хорошее, вывести на какой-то будет правильный, спокойный путь развития человека, да. Ну вот одна из схем, которая может быть, нужно согласиться с клиентом, что мы вот рассматриваем, что мы определяем, что мы имеем в виду, да, вот они все сволочи, что вы имеете в виду, да, вот они сволочи, все-все-все, а вот почему вы думаете, что он, вот если он хотел чего-то добиться, то он имеет на это право, вы считаете, что всегда должны вы выигрывать, да, вот здесь вот может быть ирония, может быть такое вот, но очень-очень аккуратно на это сволочи, да, с сарказмом, с насмешкой, с клиентом, это может не пройти, они могут уйти просто, да. Дальше идет размывание начального допущения, да, вот, допустим, они должны мне, значит, должны ко мне быть уважительны, да, ну, вы же понимаете, что дети все время, на эпоху, имеет много авторитетов у них, там, Википедия может быть более авторитетна, чем ваше суждение, да, ну, вот, должны, конечно, но вот не получается, у вас у них столько авторитетов, и вот я начинаю размывать начальное допущение, которое вы должен спал, это ошибка, когнитивное должен спал, да, завожу в тупик его клиента, что вот они должны слушать вас, тогда и дедушку, вы с дедушкой всегда согласны, нет, дедушка иногда говорит одно, я говорю другое, значит, кого же он все-таки больше, слушать и больше уважать, может быть, и дедушку, и вас, и Википедию, и преподавателя, там, ну, да, как бы он завели клиента в тупик, да, значит, не говорим, что истину знать нельзя, и попытаемся вывести, разоблачить вот какое-то, допустим, вот это должен спал, они все они должны, ну, что значит, они должны, и вот я очень часто прошу клиента дать определение от того, что они говорят, они же должны меня слушать, да, конечно, что значит, они должны, ну, вот они должны, значит, ложиться с поведением, да, это было бы хорошо, ну, вот, а что значит, должны? И клиент не может дать определение от того, потому что это такой императив, мораль, потому что он хочет, чтобы так было, но, вот, не получается у него ничего доказать, поэтому лучше было бы переформулировать, я хочу, чтобы они ложились в 9, и дальше идет, как добиться этого, да, значит, очень важно, чтобы он пришел сам, если я подскажу ему какой-то ответ, ну, вот, как в проблемном обучении, да, вот, я могу дать все ответы, а могу дать модели модели, а потом, вот, что вы думаете, как, если человек сам откроет теорему Пифагора, не дай Бог, да, радость от этого и понимания будет гораздо больше, и уяснит он лучше, вот, с открытых вопросов, как вы думаете, почему, да, и не давать закрытые вопросы, вот, рекомендации, да, вот, пример сократического диалога, да, терапевт что-то говорит, вот, нужно это делать, вот, бессмысленно и питаться, да, питаться, что можно сказать пациенту по этому поводу? Вопрос к слушателям, которые меня еще слушают. Так, либо слушатели думают, либо слушатели меня не слушают. Да, почему вы считаете, конечно, это бессмысленно. Что вы имеете в виду бессмысленно, да, значит, бессмысленно. Совсем-совсем, во всех случаях, совершенно верно, да, подвергнуть сомнений, спросить, почему, то есть, что скрывается за этим, попытаться добиться определения без смысла, любое действие может быть смыслом, да, и поработать вот с вот этим обобщением сверхгенерализации, да. Да, совершенно верно, да. Значит, вот, тракет, вот в этом диалоге, который я взял для анализа, говорит, вы уже поняли, что пассивности ничего не добились, вы были без деятельности, без деятельности в течение долгого времени, да, бывает, что клиент приходит, там, 3 месяца, бывает, 3 года, да, ничего не делал, да. И вот теперь вы знаете, что они стали чувствовать себя лучше, вот он возвращает клиенту его слова, да. Что же вы теряете, если вы попытаетесь вести себя иначе? Призыв к тому, чтобы клиент что-то сделал. Да, мы когда-нибудь пробуем делать это, да. Если я попытаюсь, я буду чувствовать себя еще хуже. Что можно на такое? Что все почему? Если я попытаюсь вести себя иначе, я буду чувствовать себя еще хуже. Что здесь можно ответить? Да, самый общий вопрос, почему вы так думаете, его можно задавать до бесконечности. Да, когда вы пробовали в прошлый раз, что-то получилось, или вы действительно попробовали все-все-все варианты, да. Да, почему вы знаете, что будет хуже? Это же вот предсказание будущего ошибка, мы же с вами обсуждали это, да. Что особенно негативно от вашей депрессии, как раз характерно, что вы предсказываете негативный прогноз. Ну, почему вы так в этом уверены? Резкая форма, но по сути она правильная, да. Ну, вот дальше терапевт, вот этот вопрос, если я попытаюсь, буду чувствовать себя еще хуже, разбивает. Чувствовали бы улучшение в результате лежания, да. Помогла ли вам пассивность чувствовать себя лучше? Если не помогла, то какие основания есть полагать, что вам поможет ваша пассивность? Да, да, вы так уверены в этом, да. Вот пытаясь себя вести иначе, вы получите шанс на улучшение, да. Вот здесь идет уже сразу следующий шаг, уже не вопросами на развивание, да, а именно вот клиент дает, терапевт дает больше объяснений. Пытаясь вести себя иначе, то получите шанс на улучшение. Не исключено, что вы можете почувствовать себя хуже, но если вы будете продолжать лежать, как вы делаете, то, как вы думаете, велика ли надежда на улучшение, да. Вот я бы не стал вот это говорить, да. Если уж совсем клиент молчит в депрессии, там не реагирует, не хочет разговаривать, ну, вот можете сказать, как вы думаете, вот, если вы будете то же самое делать, будет ли лучше, да. Вот, ну, я вот вижу, что вы очень хорошо умеете себя критиковать, вы искать, что вы милый, беспомощный, да, и никуда не годный. Иногда можно вернуть клиентке его же собственное определение, но вот я вижу, что у вас очень критическое отношение к себе, да. Поэтому может быть что-то настырно, да. Да, быть настырным плохо, но иногда нужно. Я не могу этого и сделать. Какому-нибудь, что можно сказать пациенту? Да, очень верно. А что вы можете? Хорошо, этого вы не можете, а что вы можете? Очень правильно, потому что акцент на не могу, это то, что все пациенты умеют делать, да. Вот это не получается, это не получается, да. А что можно сделать? Или я могу это сделать, но. Да, вот тоже будет одно из таких очень часто, да, но. А что мешает вам сделать? Правильно, совершенно верно, да. Давайте вместе разберемся, правильно, привлечение клиента к совместному анализу. Хорошо, давайте вместе подумаем, да, что же все-таки возможно, да. Ну вот в данном примере, который я взял, а как вы можете быть уверены, пока не попытались. Резкая, очень жесткая схема, да, работает, по-моему, из бета, я взял, да. Если вы будете делать хотя бы короткое время, то сможете с этим справиться? Я бы здесь вопрос поставил, честно. Да. Что вот получится? Нет, мне делать приходить, когда он состоит плохо, нельзя. Так нет, прогонять клиента, ему уже плохо, если он пришел. Поэтому совсем плохо, от этих ситуаций будет хуже, он скажет другим, что меня прогнал. Мне было плохо, он сказал, уходите, когда будет еще хуже. Когда будет хуже, он повесится, да, и застрелится. Так говорить нельзя ни в шутку, ни в серьез, да, вот это, вот комментарии по поводу чата. Клиент пришел, чтобы получить возможность высказаться о своих проблемах и высказаться в ситуации безопасной. Ситуация, когда его никто не оценит, не прогонит, не даст им возможность выплакаться, по скандали, там, поорать, там, все такое, вот, поплакать, все что угодно, да. Поэтому, вот, приходите, когда станет совсем плохо, это, можно сказать, пьяница, да. Ну, понятно, значит, всего 7 бутылок пива, ну, нормально, и вы считаете, что это хорошо, ну, окей. Когда же она выгонит, приходите, точно помогут. Да, нам можно сказать, там, что совсем там будут нарушены какие-то эмоциональные вещи, да. К прошлому обращаться, смотря для чего, смотря с какой целью. Да, можно обратиться, да, вы в прошлом пытались это сделать, да, но я уже был молодой, замечательно, да. Ну, а что от молодого, а что-то ведь наверняка же осталось тут за дождь, а мы считаете, попробуем это сделать не так, как у вас, а в вашем возрасте. То есть можно обернуться к опыту, который был в прошлом, и нужно на него опереться, конечно, 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 обязательно. На любой позитивный опыт нужно обернуться. Я слишком устал или болен, чтобы пытаться? Что можно так сказать? Слишком, вот опять же, преувеличение, да, болен, устал, это лейблинг, это клеймо на себя повешено, да. А на что у вас есть силы, правильно, да. Ну, зачем же так сдаваться, вы еще молодой. То есть, да, можно подбодрить, можно, можно сказать, по-доброму, по-хорошему. Да, я понимаю, что болезнь очень тяжелая, очень сложная, но все-таки сдаваться не стоит, да. То есть, можно сделать клиент, вот чуть-чуть подбодрить, он за этим и приходит, собственно говоря. Жить тяжело, больно. Вот в жесткой терапии ДЭКа на час вы можете убедиться, что продолжать легче, чем вам это кажется. Вы можете убедиться в том, что вы не так уж устали, чтобы продолжать. И дальше идет очень интересная такая вот подставка. Для того, чтобы сдвинуть поезд с места, требуется тонна угля, а чтобы он продолжал двигаться, требуется совсем немного. Вот это такая вот метафора, такая вот маленькая история, да. Вы же понимаете, если машину водить, это вот тронуться с места, нужно гораздо больше там бензина, чем просто чуть-чуть нажать на газ, да. И здесь вот вы уже что-то можете, уже начните. Первые пять минут, а не справа, это техника, да. Тяжело только первые пять минут, а дальше как-то само-само собой поделать. Если вы, а что будет, если вы продолжите? Вы уверены, что это будет конец? Ну, почему вы думаете, что это будет конец? А вот здесь вы уверены, что это будет конец? Здесь как бы звучит, что это будет конец. Больше убедитесь, если я бы не стал в такой форме, то есть помягче. Да, вы же понимаете, если не попробовать, может быть еще хуже, да. То есть вот не будет еще хуже, вот так вот гвозди бы задевать я бы не стал в клиенте, да. Я бы более мягкого какие-то формы, или там, ну, вы же понимаете, что лучше от этого не будет, да, если я буду. Да, давайте попробуйте вместе с вами, да, вот я не могу там долго чем-то заниматься. Ну, смотрите, мы сейчас вот 20 минут с вами разговариваем, это долго 20 минут, это устать можно, вы можете, вы вполне, вы реагируете, вы отвечаете, у вас огонь в глазах появляется. Да, я с вами, да, попробуем сделать, да, но это если уже выход в реальность, уже там куда-то пойти, что-то сделать, это уже серьезно. Прогулку вокруг дома, некоторые терапевты это практикуют, это можно делать, конечно, да. И вот после того, как задание какое-то сделано, результат противоречит предсказаниям. Одна из техник, негативный прогноз, у меня ничего не получится, мне будет трудно. Хорошо, написали, мне будет трудно, у меня ничего не получится, я очень устану. В какой степени устану, на 100%. Начали делать, через 15 минут записываем, 15 минут что-то делал, устал, ну, не так, чтобы очень. Я думал, что у меня вообще не получится ничего убрать, там, говорю женщину, ну, давайте попробуем, начните, 5-7 минут, попробуйте. На следующей сессии спрашиваю, ну, как, устала, так и думали, на все 100%. Нет, было трудно, но зато муж пришел и сказал, какая я молодец, видишь, как на тебя хорошо психотерапия действует. Да, и вот она была очень рада, что ее самоуничижительное предсказание, она ни на что не способна, негативный прогноз, он не реализовался. Вот примерно вот так вот, про сократический диалог, примерно вот так вот, про техники развивания комитетных ошибок, которые я назову в следующий раз еще и поработаю конкретно из каждой ошибки и с общими еще принципами. И вот сократ, перед тем, как выпивает яду, специально посмотрел еще раз его биографии, он просто очень агрессивно вел себя на суде. Кто вы такие там, чтобы меня это самое, ну, хорошо, так уж и быть, заплачил штраф, там, орнул монету, да, вот и так далее, вел себя очень вызывающе, настроил против себя всех судей. Да, соответственно, вот его присудили к смертной карьере, он был очень упрям, вот быть упрямым с клиентом, хорошо, столкнулись с какой-то его глубинным убеждением, что все юристы, они вот сводочи, да, хотят меня засудить, там, все автомеханики, вот они жулики, да, там, все продавцы недвижимости, вот они вот хитрецы. Хитрецы. Ну, окей, да, все, все, едем дальше. Да, вот некоторые вещи, бесплатно, бьешь, 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 и все, у меня был случай, когда реальный клиент ушел вот после фразы, что все механики вот жулики, я спросил, что, неужели все? И он понял, что я вообще ничего не понимаю в жизни, потому что действительно все механики жулики, ну, я шучу, конечно, но вот быть упрямым, как Сократ, очень иногда опасно, и жесткие техники не всегда проходят, поэтому надо быть очень-очень гибким и внимательным. Да, конечно, для этого конфликтология нужно было бы послушать, и он бы остался жив, пока в 70 лет, как бы он завершил свою жизнь, в общем, так, глобальным, я шучу, неудачным. Окей, вот, собственно говоря, было про Сократический диалог и пример, в следующий раз я расскажу про, тоже еще про пример работы, если человек себя сравнивает с кем-то, я не буду даже загружать эту презентацию, она уже не загружается, Вот, и завершу тогда свои лекции для того, чтобы продолжить, когда вы захотите, когда вы сможете, когда я договорюсь через людей, которые пригласили меня, и мы тогда решим, если кто-то захочет записаться на каких-то условиях и как, какие сроки по работе с депрессиями, с предотвращением самоубийств, с обсессивными нарушениями, с тревожностью, с паническими атаками, может быть, такой же, пусть, если вам это интересно, то я вот старался его делать легким, доступным, простым языком, рассказывать о непростых проблемах когнитивно-поведенческой теории. Есть еще какие-то вопросы? Есть? Сложно, сложно, я пытался работать с лицами, которые, вот, было что-то похожее на шизойность или шизойность, там, либо метафизическая интоксикация, уход в какие-то глобальные суждения, вы же понимаете, что Оша, он, вот, там, даосизм, или, там, лао-дзы, там, кто угодно, да, вот эта вот отсылка к авторитету, тоже предметивное нарушение, да, С этим спорить очень сложно, если они слышат голоса, то там можно использовать разные приемочки, там, ну, вот, не пробовали глушилку носить в кармане, то есть можно с помощью юмора, да, как-то, но в целом, конечно, на медикаментозном фоне, я стараюсь, то есть рекомендация, конечно, обратиться к психиатру, снизить вот эти все билюционерные вещи, И, при, есть ограничения у КГБТ, конечно, вот, диагнозами работать тяжело, конкретно и без воды, да, вот, это вот мой стиль, я стараюсь придерживаться, вот, тематики, проблем, проблемы и не давать никаких каких-то своих суждений, только если это не конкретные примеры и не какое-то, вот, обобщение. Спасибо, вот, очень хорошо подведем итог моему стилю, конкретно и без воды. Хорошо, тогда до четверга, четверг в то же самое время, 12 по Тарантайскому, 8 вечера по Московскому, я буду вас ждать, и скажу, что осталось не очень много людей, но это нормально, на дистанционных курсах по концу остается 4,5%, так что у вас больше даже осталось. Окей, еще вопросы, еще комментарии со стороны модератора, да, вы все мяшки, конечно, в одной, вот, во всех мяшках. А, экзамен я у вас, сочувствую. Окей, желаю вам тогда сдать экзамен успешно, ни пуха, ни пера. Окей. 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 Окей, окей. Продолжение следует...